Всем привет! С вами неожиданно снова Шуричков. Разучился я снимать. Сейчас нахожусь в центре города. Там у нас до сих пор еще каток. Перешел я на другой берег. Тут потише, людей почти нет. Ну, иногда придется, конечно, отключаться. Вон, например, на горизонте там кто-то идет. Был я в больнице, значит. Сегодня такой важный прием был у хирурга. Мне назвали цену. Цену операции 25 тысяч. Вот, и я сразу сказал, что подумаю, конечно. Надо подумать, обмозговать все это дело, переварить. Людей все-таки достаточно много для понедельника. Но буду все равно находить время, чтобы снимать. Так вот, 25 тысяч рублей. Плюс еще другая небольшая операция лазерная. 8 тысяч рублей. Плюс потом надо будет еще одну операцию, третью делать. Она будет 1035 стоить. Куча, куча денег. Погода сегодня относительно неплохая. Где-то плюс 5, плюс 6 градусов. Это у нас Иртыш. А я иду по главной набережной. Исторический центр нашего города. Тут была когда-то крепость в начале 18 века. Специально сюда ушел. Потому что на обычных улицах снимать невозможно. Так как все тает, снега еще дофига. Везде все затоплено. Я из двора своего сегодня выходил минут 10. Куча воды. При этом ездят машины. Невозможно. Осталось подождать, наверное, еще полмесяца. Чтобы все наконец-то растаяло. И начало сохнуть. Пришел я к самому центру. Где и располагалась крепость. Здесь склад по центру 18 века. Где хранилась соль, деньги и прочие богатства. Это ворота, от которых шла стена деревянная. Она сгнила. Остались только ворота. Их, по-моему, 5 или 6 штук в разных местах. Недавно поставили памятник Петру Первому. Который приказал построить здесь город Омск. Я возле него, кстати, еще ни разу не был. Неплохо. Неплохо смотрится. Почему-то поставили преграды возле склада. Раньше туда можно было зайти. Но там решетки кованые, железные. Видимо, их кто-то пытался украсть на металлолом. Поэтому закрыли проход. Пройдем через ворота. Некоторые желания здесь загадывают, проходя. Двухэтажные здания. Это вроде бы были казармы в то время. Это тоже что-то типа казарм было. Их отреставрировали. Раньше они были в ужасном состоянии. Но и выглядели они... То есть сразу можно было понять, что они старые. Но теперь они как такие более-менее современные здания. Даже не скажу, что это были казармы военные на территории крепости. Удобно здесь снимать. Людей вообще нет. Очень редко их тут встретишь. Совершенно я разучился, короче, снимать. Даже не знаю. Ну, я вроде говорю, говорю, а потом хоп. У меня вообще мысль пропадает. Я не знаю, что дальше говорить. Надо как-то это исправлять. В принципе, я только и хотел сказать, что... Вот, в больницу сходил. Сказали, что нужна операция. И на этом я могу уже закончить. Пойду сейчас потихоньку в сторону дороги. До остановки. Поеду домой. А, ну, еще что. Я же хотел проверить качество съемки. Снимаю на новый смартфон. Samsung Galaxy A52. Вроде бы качественно. Снимаю сейчас в Full HD. 30 кадров. И здесь поддерживается оптическая стабилизация. Если более высокое разрешение поставить, то стабилизации уже не будет. Но я потом все равно попробую. Без стабилизации. В высоком разрешении поснимать. Посмотрим, что получится. А пока что пойду до остановки. Очень непривычно в плане съемки, что здесь после паузы и потом снова запуска съемки нет разрыва никакого. Это не отдельные кадры будут. Это все будет один длинный кадр с включениями в разные моменты. То есть раньше я по кусочкам снимал и все это соединял, объединял воедино целый ролик. Ну а теперь оно сразу снимает один большой ролик. Я не знаю, возможно, это не так удобно, как было раньше. Каша, конечно, на тротуарах. Как же задолбали эти машины. Ненавижу машины. Невозможно снимать, ничего не слышно. Так вот, каша невероятная на тротуарах. Никто не чистит в центре города тротуары. Это были одни из главных ворот под названием Тарские. Не знаю, надеюсь, там было видно. Пытался заснять надпись сверху. Иду к остановке все так же. Народа здесь еще больше, чем было до этого.